21 декабря в актовом зале городской администрации состоялась 56-я сессия собрания депутатов городского округа город Хасавюрт 5-го созыва под руководством председателя собрания Загит Салима Дадаева. На повестке дня значились 7 вопросов различного направления. Основной темой обсуждения стал бюджет города Хасавюрт на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Главным докладчиком выступил начальник финансового управления Магомед Шахвеледов. До депутатов была доведена информация по отдельным направлениям доходов бюджета. Земельным налогом у нас определен 54 миллиона 700 тысяч. В 2017 году было 48 миллионов 300 тысяч. Это мы уточнили просто в течение года уточнили в связи с тем, что у нас было оставание по этому виду налогов. Налог на имущество физических лиц 5 миллионов 100 тысяч. В 2017 году при уточнении было 3 миллиона 810 тысяч. Ну, может, и в 2018 году, если у нас какие-то, допустим, проблемы будут по этому виду налогов. Ну, вообще, по всем видам налогов, которые поступают 100%, мы обычно делаем уточнение в течение года. В работе собрания также приняли участие первый заместитель глава администрации муниципального образования города Хасавюрт Бады Рахмедов, руководитель муниципальных учреждений, отделов и управлений, а также заместитель прокурора города Хасавюрт Магомед Мажидов. Также в своем докладе Шахвеледов отметил, что доходы и расходы бюджета рассчитаны в соответствии с расчетными показателями, доведенных письмами Министерства финансов Республики Дагестан. Следует отметить, что по оценкам Республиканской межведомственной комиссии, важным основным фактором увеличения планов и показателей налогов является актуализация налогооблагаемой базы. Вы прекрасно знаете, каждый год нам спускает Миниэкономика, правительство по актуализации земельных участков и объектов недвижимости. В связи с этим, которые попадают в базу АИС-3, уже начисление идет по программе. Свои предложения и замечания по прозвучавшему докладу озвучили депутаты собрания в соответствии с интересами курируемых направлений. По итогам всех выступлений и прений проект бюджета на 2018 год города был принят единогласно. Кроме того, на собрании были рассмотрены и приняты положительные решения по вопросам утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на последующие годы по Хасавюрту, а также утверждение родительской платы в муниципальных учреждениях культуры. Последним пунктом повестки дня стало утверждение положения о порядке представления и рассмотрении ежегодного отчета главы городского округа город Хасавюрт. Продолжение следует...